Стремление нашего правительства и властей получить здоровую нацию не может не радовать. Еще бы. К 2020 году мы должны стать сверхдержавой. Ну или, по крайней мере, занять достойное место. Как это делать без здорового будущего, непонятно. Поэтому у нас деньги выделяются. И медицина делается здоровой. Хотелось бы в это верить. Но так получается, что в открытии медицинских центров, родительных домов и поликлиник к приезду великих гостей и к празднику сопровождаются гонкой. И подчас это Потемкинская деревня, наверное, так что ли? Ну ладно, потом косяки исправляются, вот только не всем. И кто помогает? Да помогают коммерческие структуры. Вот, к примеру, медтехника Интермет. Еще здесь поликлиника не открылась на улице Советской, 217. А подразделение было, которое занимается облегчением вашей жизни. То есть здесь все необходимые приспособления и устройства. Для того, чтобы вы дышали лучше, для того, чтобы вы спали лучше, для того, чтобы вы жили лучше. Ну и восстанавливались лучше. В некоторых случаях вот и мне придется помолчать. Хотя за 16 лет работы на телевидении, изучая материал как минимум 4 раза, перед выдачей его в эфир, думая, сознание почерпнуть пришлось и поболее других. Но в медицине принято доверять тому, кто в халате. И пусть так оно и будет. Но с точки зрения стороннего наблюдателя, заметим, ведь такого-то ранее не было, чтобы в таком ассортименте, когда-то и где-то, виделись приспособления и устройства для здоровья вашего. Теперь они абсолютно доступны. И мы не в силах одной передачи вместить все, будем давать вам материал дозированно. И в конце этой терапии вопросов, думается, будет меньше. И результат здоровья ваше поправим. То, что находится перед нами, это мини, домашнее, доступное физиолечебность. Так получается? Ну получается. Вот сегодняшний уровень развития электронной техники позволяет создавать миниатюрные приборы, которые можно у себя дома устроить и диагностику, и лечение, и профилактику. Давайте пройдем по диагностике. Что это у нас? Ну диагностика, не скажу, наверное, уже ничего нового, так как народ достаточно грамотный. Диагностика артериального давления. Проблема животрепещущая. Я покажу. Вот это вот прибор, определяющий артериальное давление. Ну этот прибор должен быть, по-моему, у каждого первой семьи. То есть артериальное давление сегодня рекомендуется всем уже после 25 лет, однозначно. Да, он должен быть уже в каждой семье. Давайте просто объясним ситуацию, при которой человек чувствует, что у него повышенное давление. Это когда? А то люди живут, живут и кажут, что у них все великолепно, шоколадно, а потом почему-то голова кругом идет и все такое. Ну я не думаю, что сейчас кто-то еще не знает, что это такое артериальное давление. Наверное, каждый с этим сталкивался, потому что жизнь, та, которая нас окружает, эти стрессы, эта экология, эти сложности, они, к сожалению, создают такие ситуации, когда мы уже в достаточно раннем возрасте все знаем, что такое артериальное давление. Это и головокружение, это и боли, это, к сожалению, потери сознания бывают. Это просто дискомфортное состояние. И как бы ты себя не настраивал, достаточно обратиться к врачу, и вы вдруг узнаете, что у вас гипертония. И возможно, что такое случится, что при повышении следующим больше давление не поднимется. Ну, не хотелось бы, конечно, думать о плохом. Да, гипертония артериальная, она чревата всякими нехорошими последствиями, поэтому ее все-таки рекомендуется контролировать. И если она есть, давление рекомендуется снижать. Ну, цена вопроса, естественно, от скольки до скольки? Ну, цена вопроса самого, в общем-то, такого серьезного прибора где-то до 3000 рублей. Совершенно недорого, да? Да, от 800. Механические тонометры где-то порядка 500-600 рублей. Мы находимся рядышком с поликлиникой, естественно, сюда ходят много людей, они получают определенные диагнозы, и назначают лечение. Но не всегда это удобно, производить лечение, допустим, в поликлинике. В результате можно же дома все это делать? Все, наверное, дома делать не рекомендуется. Мы все-таки не призываем каждого устроить у себя дома стационарный физкабинет. Но что-то, какие-то приборы для облегчения состояния мы обязательно порекомендуем. Такие медицинские приспособления в идеале должны быть-то в каждой аптеке. Но не так все просто. Большинство аптек тупо рубят капусту на реализации преимущественно дорогих лекарств. А чем еще объяснить такую популярность этого бизнеса? При этом надо понимать, что в СССР мы успешно лечились в большем случае препаратами бесплатными и в меньшей препаратами копеечными. И это была самая здоровая страна мира. Мы, чего греха таить, даже ждали температуру, и больничные были добавлением к отпуску. Да и на больничных мы посещали поликлиники, получали физиолечение. И в отпуске обязательно пару недель проводили в санатории. Отношение к здоровью в сети медтехника Интермет похоже еще и с тех времен. Вот поэтому таких мест в городе всего 4. Но они есть, и располагаются они вблизи наших поликлиник. Советская 217. Этот адрес привязан, естественно, к новой поликлинике. И у всех других поликлиник, кроме 4-й горбольницы, рядышком располагаются подразделения сети медтехника Интермет. Это и рядышком с медсанчастью, расположенной по улице набережной, и тоже по советской, помните, Трестовская больница. Везде это есть. Ну, естественно, есть и в наиболее проходном месте, это Карл Маркс, 15. Ну, то есть надо понимать, что фирма-то работает не столько на выгоду свою, сколько на выгоду вашу, потому что раз обратились, второй раз обратились, купили еще что-то, это хорошо, и в результате вы живете дольше. Это не может не радовать. Это основная задача медицины.